Международная научная конференция И я думаю, Николай Васильев пояснит, почему раса это не расисты, это немножко другое, более приятное и понятное. Ну а для начала, понятно, что наша конференция должна начаться с приветственного слова ректора Казанского федерального университета Ильшат Равкадыч Гафур. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Прежде всего, разрешите всех вас поприветствовать в стенах одного из старейших вузов Российской Федерации. Наверное, Казанский государственный университет многими из вас известен, поскольку он существует в образовательном пространстве достаточно давно. Но вот что из себя представляет Казанский федеральный университет, который, в принципе, был создан относительно недавно, указом президента Российской Федерации, было принято решение в 2010 году. Ну а процесс формирования самого университета в новом формате, конечно же, он протекал в течение нескольких лет. И вот только на сегодняшний день я могу сказать, что по большому счету мы можем доложить или проинформировать, что основной формат университета, он сформирован. Значит, ну для начала несколько слов также хочу сказать, что система образования в Российской Федерации, она достаточно сильно сегодня дифференцирована. Конечно, многие из вас, наверное, с этой системой знакомы, поскольку, посмотрев на ваш жизненный путь, я увидел, что каждый из вас поддерживает достаточно теплые отношения, либо с вузами, где вы ранее работали, где-то учились, либо уже в тех или иных предметных областях, где вы сегодня ведете свою научно-образовательную деятельность. Тем не менее, хочу сказать, что вот есть два национальных университета, в общем-то это столичные наши университеты, Московский и Санкт-Петербургский. Далее есть 10 федеральных университетов, они в основном расположены в округах федеральных, и есть 29 национально-исследовательских. Но здесь есть путаница небольшая в терминологии, поскольку национально-исследовательские университеты, понимание наших западных коллег и Российской Федерации, они все-таки немного отличить, имеют отличительные особенности. Ну и дальше было создано совсем недавно, в конце прошлого года, 100 опорных вузов Российской Федерации. В основном они базируются тоже в регионах, где не представлены ни национальные исследовательские, ни федеральные университеты. В основном они базируются на сегодняшний день на площадках педагогических вузов, и это сделано с целью их поддержки. Но отличительные черты, они не заканчиваются только названиями этих университетов, они в принципе по-разному финансируются, по-разному утверждаются руководящие структуры университетов, но в частности Московский столичный, Санкт-Петербургский и Московский университеты, ректоран означается, как вы знаете, наверное, указом президента Российской Федерации и программы, их развитие тоже утверждается указами президента. Точно так же они являются отдельными получателями финансовых ресурсов, не через Министерство образования науки Российской Федерации, а все остальные университеты, в общем-то, бюджеты собственные формируют и получают через оператора, в качестве которого выступает Министерство образования науки Российской Федерации. Я все это немного буду вам рассказывать, в связи с тем, что достаточно часто, когда выступают наши партнеры из других государств, в частности, вот вчера у нас был коллега, и он говорит, вот почему вы не создаете вокруг себя там какие-то предприятия, почему вы не вступаете в частное государственное партнерство. Дело в том, что мы работаем в совершенно другом правовом пространстве, и некоторые вещи у нас просто-напросто запрещены сегодня законодательно. Так вот, федеральные университеты, руководство тоже назначается, только назначается уже постановлением правительства Российской Федерации, прошу пока не листать слайды, и программа тоже утверждается постановлением правительства Российской Федерации, и любые изменения руководствам, которые проводятся, они тоже утверждаются правительством, хотя, я еще раз говорю, бюджеты мы получаем через министерство. В то же время, все федеральные университеты являются автономными учреждениями, то есть, в отличие от других, это не 100% бюджетных учреждений, и они могут быть получателями кредитов, держать в коммерческих банках свои ресурсы, и, кто помнит старые времена, раньше в бюджетных учреждениях к концу года нужно было обязательно, в общем-то, занулить счета, что сегодня не происходит в автономных учреждениях. Во всех других я пока говорить не буду, но скажу лишь об одном, что статус федерального университета мы получили в 2010 году, хотя за всю историю, начиная с 1804 года, когда мы были созданы, университет Казанский никогда не менял собственной миссии. Пожалуйста, поставьте следующий слайд, но в то же время, если проследить его историю, я уж не беру 1917 год, когда произошла колоссальная трансформация университета, но две большие трансформации произошли в истории нашего университета вот 1930 по 1959 годы, когда отпочковывались те или иные факультеты и становились самостоятельными вузами. Вот здесь на слайде показаны основные сегодня институты, либо университеты, которые в свое время были созданы на базе тех или иных подразделений нашего Казанского университета. И все институты Казанского центра, Академия наук Российской Федерации, тогда Советского Союза, тоже были созданы на площадках Казанского университета. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну, а здесь история медицинского образования, потому что большинство, ну, во-первых, мы с вами находимся в стенах нашего института фундаментальной медицины и биологии. Я думаю, об этом более подробно у вас будет возможность обсудить либо на круглых столах, либо выступление Андрея Павловича, значит, расскажет все, что происходило. Ну, вот все, я должен только сказать, что все основные открытия, которые происходили в Казани, в том числе, происходили в основном вот до 1930 года. Решение вернуть ЛОНа университета медицинский факультет или медицинское в целом образование возникло в 2011 году, ну, а процесс реализации идет вот до сегодняшнего момента. Я скажу почему, потому что клинику мы присоединили или начала в нашем составе работать собственная клиника, она достаточно большая, значит, только вот в январе текущего года. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну, вот особенности 2010 года, когда, наоборот, пошел обратный процесс. Как говорится, время разбрасывать камни и время собирать камни, да? Вот здесь на слайде показаны вузы, которые, в общем-то, присоединившись к Казанскому государственному университету, а точнее объединившись с ним, стали основой для формирования Казанского федерального университета. Они здесь перечислены, если вы обратите внимание, то в основном это все-таки гуманитарные университеты. И получилось так, что когда все это произошло, в какой-то степени мы ужаснулись, поскольку университет стал чисто таким вот преобладающим, в смысле, гуманитарным. Это достаточно большие университеты, татарский гуманитарный университет, сам в свое время сформировался на базе трех самостоятельно работавших учебных заведений. В основе, конечно, лежала Казанский педагогический университет, там Елабурский педагогический, Казанский финансово-экономический, Академия госслужбы и так далее. Тогда возникла проблема, каким же образом нам балансировать, естественно, научный блок. Тогда было принято решение, мы посмотрели, наиболее слабым сегментом в системе образования республики была инженерная академия, находящаяся в Набережных Челнах, в свое время созданный институт специально под проблемой автомобильного кластера. Ну вот, университет стал достаточно большим, громоздким. Следующий слайд, пожалуйста. И возникла проблема, каким образом поступать. Были разные идеи, разные предложения. По сути, мы тогда от факультетской системы отошли. Ну, во-первых, по действующему законодательству факультеты и деканы были избираемыми людьми. Вот представьте, одномоментно все слилось и началось такое бурное движение, кто возглавит эти направления. Было принято решение перейти к институциональной системе и внести в устав университета определенные изменения. Директора институтов, так же, как и ректор, стали назначаться на первый срок, то есть на пятилетний срок. Дальше в уставе было прописано, что дальнейшие назначения или выборы будет решать ученый совет. И должен, забегая вперед, сказать, что в дальнейшем было принято решение, директора стали избираться, но избираться специальной конкурсной комиссией, а не ученым советом самого института, чтобы не было зависимости. Институты получили право определенной самостоятельности, и в институты были слиты все профильные факультеты присоединяемых университетов. Ну, я условно говорю, вот, институт, допустим, филологии, поскольку филология была и практически во всех присоединяемых университетах, создали институт филологии и межкультурных коммуникаций. Таким же образом поступили, значит, в институт экономики. В свое время он какое-то время существовало два института, но в конце концов мы их слили. И вот здесь на слайдах показаны те институты, которые были созданы в результате вот этого объединения. Ну, посмотрели на старую структуру университета, посмотрели на структуры университетов, которые существуют в мире, везде были представлены, в общем-то, медицинские направления подготовки специалистов. Тогда возникла, ну, такая идея, и не только идея, которая не давала спокойно нам жить, что нам делать? Самостоятельно на пустом месте создавать этот факультет, либо создать его на месте биологического факультета. В принципе, так и было принято решение. Тогда мы пригласили Андрея Павловича Киаса, он до этого времени был проректором нашего медицинского университета. Точно так же были созданы инженерный институт, точно так же были созданы направления, связанные с подготовкой учительских кадров, поскольку вот когда два педа университета объединились, было очень много споров, говорили, что надо сохранить так, как отдельное подразделение университета. Но мы, в принципе, пошли по пути распределенной системы подготовки специалистов и оставили только головные институты, которые координируют подготовку в тех или иных направлениях. Дальше я об этом чуть подробнее буду говорить. И оставили за собой два всего филиала. До этого у нас филиалов было достаточно много. Мы их постепенно в течение трех-четырех лет позакрывали, поскольку они были, во-первых, очень слабенькие и созданы в период коммерсализации образовательной системы в целом. А в набережных Челнах и Елабоге сохранили их, поскольку они были созданы на базе ранее самостоятельно работавших вузов. Следующий, пожалуйста. Ну, вот что представляет сегодня университет. Здесь даны макропараметры, сколько у нас студентов, иностранных студентов, лабораторий и так далее. Я хочу лишь сказать, что в момент создания студентов было более 50 тысяч. То есть вот за это время произошла определенная оптимизация. И вообще нами поставлена задача довести до 35-37 тысяч студентов. Для того, чтобы можно было отработать и сконцентрировать ресурсы на тех приоритетах, о которых я дальше буду говорить. Следующий, пожалуйста. Ну, вот образовательные комплексы, о чем я уже более кратко сказал. Каким образом? То есть все, что новое создается, есть всегда выбор. То есть сделать либо отдельный институт самостоятельный, ну, вот, например, инженерный институт. Мы обсуждали на ученом совете и пришли к выводу, что он нам нужен. Дальше пошел вопрос, как его организовывать. Либо надо было отпочковывать с института физики, с института химии, либо оттуда, отсюда немножко, да, оторвать, либо найти достаточные ресурсы, чтобы создать совершенно новые подразделения. Но в это время мы должны были помнить, что средств у нас не так много, как всегда в России матушке ее не хватает, да и нигде ее не хватает. Все зависит от амбиций. Тогда было принято решение создать все-таки инженерный институт, но сделать инженерное, педагогическое, медицинское образование распределенным. То есть в институте физики есть у нас определенные кафедры, которые несут ответственность за это, в институте химии и так далее. Но в частности, если коснуться медицинского образования, то вот есть институт фундаментальной медицины и биологии, он не маленький, как вы будете иметь возможность его видеть. Но в то же время в институте физики есть подразделения, ну в частности кафедра медицинской физики, медицинской физики, значит, соответствующие лаборатории, в институте химии есть кафедра медицинской химии и научно-образовательный центр по фармацевтике и так далее. Даже у нас лингвисты сегодня начали проявлять заинтересованность. И вот здесь показана, в общем-то, на слайде модель организации распределенной системы. Конечно, больше всех споров возникало в области педагогического образования, поскольку, ну, все, что относится к подготовке, обучению детей, к подготовке тех людей, которые их обучают, и, соответственно, как обучаются в университетах будущие педагоги, всегда бурно обсуждается в обществе. Это связано с тем, видимо, что у каждого из нас есть либо дети, либо внуки, либо так, или иначе, мы имеем отношение к системе образования, особенно школьной и дошкольной. Но, тем не менее, там было взято за основу две модели, распределенные классические, классические находятся в Елабуге, там мы ничего не трогали и сказали, вот вы давайте потом сумеем сравнить. Здесь больше споров о том, что преобладает предметная составляющая, либо психолого-педагогическая составляющая. Но и, к сожалению или к радости, у всех, и у инженеров, и у медиков, тоже такие вопросы возникают. Следующий, пожалуйста, слайд. Значит, когда мы стали федеральным университетом, как я уже говорил, нам нужно было написать собственную программу развития, но она, по сути, была заранее до нас определена соответствующими постановлениями, и там было написано, что в основе лежит подготовка специалистов, необходимых для, по-старому скажу, для народного хозяйства территории. Территория у нас это несколько субъектов Российской Федерации, так называемый Приволжский федеральный округ. Ну и, казалось бы, все присоединившиеся вузы несут определенную нагрузку в реализации этого пункта постановления, и никаких проблем нет. Проблемы возникли в 2013 году, когда мы попали, или не то что попали, а выиграли право, это была достаточно жесткая такая конкуренция, участвовать в проекте 5 топ 100. То есть ряд университетов, их было в начале 15, начали реализовывать указ президента нашей страны, который тоже вышел за несколько лет до 2013 года, по-моему, в 2012 году, когда говорил, что ряд вузов, в частности 5 российских вузов, должны попасть в топ 100 вузов мира. Была жесткая конкуренция, мы не так хорошо выглядели, поскольку мы были большими, у нас была огромная гуманитарная составляющая, а как оценивается в глобальных рейтинговых агентствах, вы знаете, наверное. Мы готовили специалистов в области татарской филологии, как им печататься в англоязычных изданиях, представлялось сразу достаточно непросто, хотя сегодня они эту работу делают. Ну и сразу же возникла идея каким-то образом сконцентрировать наши ресурсы на приоритетных направлениях. Следующий слайд, пожалуйста. И вот верните, пожалуйста, обратную. Вот здесь мы только в 2015 году, в прошлом году, эти две программы сопрягли, то есть сделали одну. А до этого мы отчитывались по первой программе, там спрашивали работодателей, ну я словно говорю, какие-то заводы устраивают вас там, выпускники или школы, устраивают вас, выпускники университета или нет. А здесь программа вторая, вот ниже программа 5, топ-100, она вообще ориентировалась так, чтобы соптимизировать университет, ресурсы сконцентрировать на приоритетных направлениях, которые могут дать резкий рост. Ну вот здесь медицина как раз она, в общем-то, и отрабатывает. Ну вот в 2015 году нам удалось все-таки пройти вот эти все бюрократические барьеры и две программы слить и утвердить эту новую программу уже постановлением правительства Российской Федерации вот с 2016 года. Так что мы, по крайней мере, у нас система отчетности уменьшилась в два раза. Ну мы так надеемся, по крайней мере. Так, следующий, пожалуйста. Ну и выработали совершенно новую как бы модель. У нас есть образовательная составляющая, научно-исследовательская составляющая и так называемая предпринимательская. Когда я говорю предпринимательская, мне всегда говорят, что университет начинает торговать, что ли, или что-то такое делать, поскольку это слово Российской Федерации с 90-х годов связано с народными рынками, с продажей, перепродажей. Значит, я имею в виду, прежде всего, что мы вокруг университета создаем инновационный пояс и структур, которые рассматриваем как площадки для трансфера технологий. Вот сегодня много говорят об инновационной деятельности в нашей стране, о трансфере. Ну а о каком трансфере можно идти, если у нас нет несобственных опытных производств? Ну, модель не новая. Если кто-то работал в институтах Академии наук, то знаете, что у крупных институтов всегда были опытные производства. Не институтов, да? Но поэтому вот созданы малые предприятия МИПЭД, центры переподготовки, лицея, опытные производства, университетские клиники и нефтяные полигоны. Значит, смотрите, вот я отработаю. То есть для нас клиника, которая работает в нашей структуре, это не только оказание услуг населению, хотя за нами закреплено более 50 тысяч человек, жителей Казани в основном, да, к которым мы оказываем медицинские услуги, но это и площадка для трансфера наших технологий, которую, надеюсь, определенную часть вы тоже привнесете. То же самое в структуре университета есть два собственных лицея. Ранее, когда мы их приобретали и создавали, говорилось так, что давайте мы возьмем себе лицея и начнем себе готовить талантливую молодежь, которая будет пополнять наши же университетские стены. Но чем талантливы, тем больше они ищут возможности учиться не только в стенах Казанского университета, но везде по миру. Тогда, имея у себя педагогический кластер, мы говорим, что и это внедряем, мы отрабатываем на территории наших лицеев все наши педагогические практики. Значит, мы создали ряд предприятий вместе с якорными крупными компаниями, конечно, внеся туда свои разработки, а компанию входили с ресурсами, в частности, вот на территории Нижнекамской нефтехимы, мы создали 50 на 50 практически завод по производству катализаторов собственных, 2400 тонн производства годовое. Это достаточно немаленькое предприятие. И практически сегодня поставили задачу полностью провести импортозамещение, не просто замещение, но и улучшить качество тех катализаторов, которые использует нефтехимический комплекс. Для реализации этого проекта в Институте химии было создано специальное подразделение, и сегодня создается отделение промышленной химии. То, что в свое время перешло в стены Казанского химико-технологического института. Нас за это тоже критикуют, говорят, вы вот дайте разработки нам, мы доведем до технологической цепочки. Мы говорим, ребят, этот процесс должен быть постоянным, мы не можем никому ничего отдавать, мы все делаем у себя. Хорошо или плохо покажет, но когда пройдет определенное время. То же самое, мы занялись разработкой и переработкой тяжелых битумов, и поэтому нам нужны были собственные полигоны, и эти полигоны у нас появились. Но я дальше не буду, мы сейчас создаем производство лекарственных субстанций совместно с компаниями, в основном контрольный пакет будет находиться университета, и таким образом мы создаем площадки для не только собственных производств, а как бы опытные продукции, которые мы потом можем выводить на рынок совместно уже с крупными компаниями. И эта практика показала, что мы стали более востребованными крупным бизнесом. Следующий, пожалуйста. Вот те приоритеты, на которых мы сконцентрировали внимание с самого начала, с периода создания. Ну, посмотрите, при выборе приоритетов мы исходили из того, что эти направления должны быть востребованы бизнесом, обществом, государством, и для этого должен университет иметь определенный, оно стартовый, как говорят, капитал, но мы должны иметь стартовые ресурсы, по крайней мере у нас должны быть люди, которые способны реализовывать все эти вещи. Следующий, пожалуйста. Значит, когда появились немножко денег, вот в этих приоритетных направлениях, я уже говорил, мы должны были иметь немного людей, которые бы служили затравкой для организации всего этого процесса. Дальше мы создали инфраструктуру и сказали, назвали его открытыми лабораториями, open lab-ами и сказали, ребят, у кого есть желание поработать у нас, мы создаем вам все условия, мы даем вам, а, жилье, мы даем вам инфраструктуру лабораторий, приезжайте, начинайте реализовывать свои проекты на нашей площадке за наши деньги, но в пределах вот этих приоритетных направлений. Таким образом, было создано достаточно большое количество open lab-ов, все, что сделано в области формата института, где мы с вами находимся, вы сможете, надеюсь, увидеть, посмотрите, оцените. Это open lab-ы, это типа стартапов в бизнесе, да, только в науке. Мы говорим молодым, особенно людям, значит, вы там у себя еще вредны, когда станете заведующими кафедрами, заведующими лабораториями. Open lab, по сути, это инфраструктура с самостоятельным бюджетом в пределах утвержденного бюджета. Мы создали специальную дирекцию, где бурно идет спор, кому сколько давать. Но когда кто-то дает деньги, он всегда хочет каким-то образом померить, а как эффективно используются эти деньги. Вот в качестве этой эффективности были приняты всего два оценочных параметра. Первое – это способность привлекать туда людей со стороны, второе – это количество публикаций. Считал, что если вы чего-то там делаете очень важное, то ваши результаты, ваши работы должны публиковаться. И они начали говорить, а вот у нас есть прикладные работы, Ильшат Равкадыч, которые не хотелось бы. В основном это касалось фармацевтов, тех, кто занимается робототехникой. Хорошо, нет проблем. Тогда следующий параметр – это привлечение ресурсов. Если все, что вы делаете, ваш продукт, исследовательский, нужен бизнесу, то это слово «нужно» должно проявляться в желании бизнеса платить каким-то образом за все, что вы делаете. Вот три параметра – это привлечение людей, публикации и привлечение. Мы вам даем 10 миллионов рублей, но 10 миллионов вы должны тогда привлечь. Но это тоже делалось не изначально, не на первом этапе. Когда говорят, вот я уже три года работаю за счет ресурсов, или четыре года университета, но вот никто мне не платит за мои исследования. Тогда мы говорим, ребят, тогда подумайте, если ваши результаты не публикуются, никто за них не хочет платить, не то что бизнес, но и государственные фонды в качестве грантов, тогда подумайте, вообще, может быть, пока стоит заморозить эти исследования. Но это вопрос такой спорный, он вечно обсуждается, но тем не менее, вот такие структуры мы сделали. Следующий, пожалуйста. Дальше, параллельно были созданы центры превосходств, ну вот центры превосходств, конечно же, возглавили уже известные достаточно в мире своей области ученые. Я очень рад, что некоторые из них присутствуют здесь. Вот Стам Хазипов здесь у нас с Франции приехал и возглавил это направление. И более того, эти направления все были подкреплены теми или иными грантами за счет российских фондов, в частности, вот в области нейробиологии два раза подряд был выигран грант 220-й, это привлечение ученых на площадке российских университетов. Там, кстати, не обязательно, некоторые говорят, что все время только зарубежных ученых, это желательно, но не обязательно, поскольку мы должны собрать критическую массу. Ну и следующее, пожалуйста. Ну, здесь в других областях, то есть мы говорили, что вот есть нефтедобыча, нефтепереработка, нефтехимия. Как бы сегодня ни складывался в мире цена на нефть, нефть всегда будет востребована. Самая главная наша задача – снизить себестоимость. Вот только на территории Татарстана тяжелых битомов порядка 8 миллиардов тонн сегодня имеется. Их надо вытащить и переработать, транспортировать. Мы предлагаем совершенно новые идеи. И вот здесь мы кооперируемся с нашими иностранными партнерами. Пролистайте, пожалуйста, несколько слайдов. Это в других областях. Следующий, пожалуйста. И вот пошли по пути создания зеркальных и взаимодополняющих лабораторий. То есть мы нашим постоянным партнерам, в частности, вот здесь на картинке приведены наши партнеры из Рекена. Это примерно исходили из того, что человек, приезжающий куда-то на другую территорию, примерно должен иметь такую же обстановку, такой же автомобиль, чтобы ему не задумываться, как там переучиваться, где лежат там мои вещи. Точно так же в лаборатории. Но на создание только зеркальных лабораторий денег не всегда хватает. Это прямой дубляж. В основном это для молодежи, а для более, ну, слово продвинутых, скажешь, молодые люди могут обидеться, ну, скажем, более титулованных ученых, взаимодополняющих лабораторий. То есть часть исследований делается, в частности, здесь на территории Рекена, часть исследований делается на нашей площадке. То есть мы таким образом женимся для того, чтобы вот процесс исследования, он был такой непрерывный. Буквально недавно мы договорились открыть собственный юнит в Рекене, который дает нам возможность практически вместе с Рекеном участвовать во всех финансовых проектах Японии. Следующий, пожалуйста. Ну, и здесь гуманитарные науки, так вот. Ну, и что дал нам такой подход? В принципе, вот, посмотрите, с левой картинка, это вот в тех рейтингах, и мы достаточно неплохо продвинулись, и в том числе и в предметных областях. Да, и с этого года в качестве КПИ по приоритетам также будет рассматриваться продвижение в предметных рейтингах. Ну, а справа это публикационная активность наших ученых. А, тоже, для нас даже самое важное не само количество, а тот тренд, который мы набираем, который с моей точки зрения говорит о правильности выбранных подходов. Поскольку, когда мы выбирали, мы исходили, чем занимаются люди в мире, и что востребовано прежде всего в нашей стране. Следующий, пожалуйста. Ну, любое дело имеет определенное насыщение, да, задача у нас, как Никита Сергеевич говорил, не просто догнать, по крайней мере, выровняться. Все люди развиваются, и все университеты достаточно быстро. Поэтому в этом году мы пересмотрели, и внутри каждого приоритета создали, так называемую, еще и академическую единицу, которую назвали стратегическую академическую единицу. Это, в принципе, с нашей точки зрения, те части этих приоритетов, которые дадут нам определенный скачок в развитии. И вот здесь они тоже показаны, но в прошлом году или позапрошлом мы о трансляционной медицине, как таковой, говорить не могли. У нас не было площадки, куда бы мы могли транслировать. Мы все время ходили, как, ну, люди, министр здесь находится, я не могу сказать, как попрошайки, которые говорили, пустите нас на территорию клиники, мы чуть-чуть можем поработаем, да. Доходило до того, что нам некоторые главные врачи, а я так понял, главврач, а дальше, если это вообще, это диагноз такой большой, медицинским, потому что он там царь и бог, и говорит, что вот студентов дашь на практику, мы говорим, хорошо, было бы, мы были бы вам очень признательны, благодарны. Нам говорят, хорошо, вот ваш студент ходит там, полы пачкает, сколько вы за студента будете платить. Ну, спасибо здесь руководству республики, лично нашему министру, которые пошли нам навстречу, и вместо одной клиники нам дали целых три. Нам дали бывшую обкомовскую больницу, которая находится вот буквально здесь рядом, к ней дали поликлинику с населением, тоже спасибо большое за вот, и еще больницу скорой помощи. Все находится в одном месте, локально очень удобно для нас, но в то же время все находится в исторической зоне Казани, что накладывает на нас достаточно большие обязательства, поскольку многие из этих объектов являются одновременно не только клиниками, но и объектами культурного наследия. То есть мы любые работы там должны согласовывать не только с Министерством образования, с Министерством здравоохранения, но большой радостью еще и с Министерством культуры. Ну, в общем, вот я думаю, что за опытные производства, что за клиника, как работает, тоже можете посмотреть. Я не скажу, что у нас вот все работает так, как сегодня работает на Западе, но мы очень стараемся, и я надеюсь, что через 2-3 года с вашей помощью, с вашими предложениями мы выровняем как минимум. Следующий, пожалуйста. Ну, вот здесь представлено, как расположена клиника, если вы посмотрите, вот все локально очень удобно. Следующий слайд. Ну, вот это опытные производства, НОЦФАРМ. Здесь тоже вся инфраструктура нами уже создана, здесь целые этажи чистых комнат. Сейчас мы ведем переговоры, я вам говорил, что частное государственное партнерство у нас напрямую не запрещено, но и не разрешено. Поэтому мы сейчас проходим согласовательные всякие этапы. Мы нашли инвесторов, которые готовы вложить порядка от 4 до 5 миллионов евро в оборудование. Но, как всегда, на самом старте мы уже сейчас говорим, как же мы будем делить то, что когда-нибудь получим. Но обговариваем, сегодня есть и индийские компании, наши компании, которые готовы вложиться. Самое главное, чтобы это вложение привело к хорошему результату, а потом не рассматривалось как какая-то коррупционная сделка. Вот это главный подход, который нам нужно соблюсти. Следующий, пожалуйста. Ну, а вот здесь на картинке с президентом республики, с помощником президента Российской Федерации Андрея Александровича Фурсенко, здесь и генеральный директор ТАЕФа. Мы запускаем вот то, что я уже говорил на площадке Нижнекамска. Следующий, пожалуйста. Ну, здесь работа с лицеями. Следующий, это, в общем-то. Ну, и вот самый любимый слайд, который нравится всем, когда я говорю спасибо за внимание, если есть какие-то вопросы, я с удовольствием готов ответить. Я, в принципе, не вдавался в какие-то подробности, просто хотел обрисовать тот формат университета, в стенах которого вы сегодня находитесь, потому что нас все время с кем-нибудь сравнивают, там, либо отдельно, либо вместе взятых. Мы совершенно другие, чем Казанский государственный университет. У нас совершенно другая структура, у нас совершенно другие направления развития. Но в то же время мы очень схожи, может быть, только по масштабу намного больше, что из себя представлял Казанский императорский университет. Поскольку все те направления, которые сегодня у нас есть, они были представлены в Казанском императорском университете. И один из первых ректоров университета был медик по образованию. Поэтому я хочу в заключение поблагодарить вас еще раз за то, что вы нашли возможность и приехали к нам. Спасибо сказать за тот интерес, проявленный к нашему университету. По крайней мере, Андрей Павлович неоднократно с многими из вас встречался на площадках не только Российской Федерации, но и посещал, и ездил, и принимал участие в ваших конференциях, встречах. Я очень благодарен тем людям, которые сегодня приехали и работают, и возглавляют направления Open Lab и научно-образовательные центры нашего университета, то есть профессора наши уважаемые. Я вас просто не делю, но тем не менее, вы сегодня основную часть своей жизни проживаете на территории другой страны, но то, что вы делаете здесь, в России, в стенах Казанского университета, нас очень радует, и мы за это вам очень благодарны. Большое вам спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!